Привет. В последней неделе все только и говорят о возможной войне между Россией и Украиной. По данным спецслужб США, у границ Украины свыше 100 тысяч российских военных. Напряжение между Россией и Западом достигло небывалых масштабов. На этом фоне Москва требует от НАТО предоставить гарантии нерасширения Альянса. А вы требуете от меня каких-то гарантий? Вы должны дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. При этом Путин постоянно говорит о том, что Запад якобы однажды уже обещал не расширять НАТО на восток, но обманул Россию. Надули. Просто нагло обманули. Путин говорит правду или нет. Верно ли, что Запад обещал не расширять НАТО? А главное, для чего используется подобная риторика? Как раз для таких непростых тем и существует пересмотр. Проект, в котором мы разоблачаем слухи, фейт-ньюс и пропаганду. Меня зовут Никита Баталов. Погнали. Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток, ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Для этого выпуска нам пришлось хорошенько покопаться в архивах. Но это того стоило. Чтобы во всем разобраться, надо проследить всю хронологию событий 1990 года, на которые ссылается Владимир Путин. Тогда руководители СССР, США, Великобритании, Франции, ФРГ и ГДР на протяжении нескольких месяцев обсуждали условия для объединения Германии. Этот формат назывался «2 плюс 4», то есть две Германии и четыре страны-посредника, победившие во Второй мировой войне. В феврале 1990 года в Москву приехал госсекретарь США Джеймс Бейкер. Во время встречи с президентом СССР Михаилом Горбачевым он действительно произнес ту самую фразу, о которой теперь так часто вспоминает Путин. Вот как она звучала в контексте. Мы понимаем, что не только для Советского Союза, но и для других европейских стран важно иметь гарантии, что если США сохранят свое присутствие в Германии в рамках НАТО, ни дюйм нынешней военной юрисдикции НАТО не распространится на восточное направление. Мы считаем, что консультации и дискуссии в рамках механизма «2 плюс 4» должны гарантировать, что объединение Германии не приведет к расширению военной организации НАТО на восток. Нам в прямую врал Бейкер, нам в прямую врало руководство Германии, нам в прямую врали президента Соединенных Штатов Америки, и это зафиксировано. В мире Владимира Соловьева все очень просто, но давайте все же посмотрим на весь контекст. Ту самую фразу госсекретарь Бейкер произнес на встрече с Горбачевым, которая прошла еще до начала четырех раундов консультации по договору «2 плюс 4». То есть обсуждались возможные опции для соглашения, которые только предстоит сформулировать и достигнуть. Это самое начало процесса переговоров. Можно ли говорить о каких-то гарантиях или обещаниях, когда все переговоры, по сути, еще впереди? Ладно, смотрим, что было дальше. После первого раунда переговоров Бейкер снова приезжает в Москву и представляет Горбачеву свои девять предложений, среди которых, например, трансформация НАТО в более политический альянс. Но ни в одном из пунктов о гарантиях нерасширения НАТО речи уже не идет. И, что важно, у Горбачева это не вызывает вопросов. Более того, Горбачев предлагает публично объявить, что СССР намерен вступить в НАТО. Эти слова Горбачева хорошо показывают, что стороны обсуждали самые разнообразные варианты будущей архитектуры безопасности в мире. В стенограммах встреч можно найти какие угодно предложения. Одни из них были реализованы, другие — нет. К слову, стенограмма, из которых мы знаем о словах Бейкера, обнародовала не Россия, а американская сторона в 2017 году. Ссылку на все эти материалы мы, как обычно, оставим в описании к этому ролику. Поехали дальше. После еще одного раунда переговоров в формате 2 плюс 4 прошел исторический саммит НАТО в Лондоне. В итоговой декларации альянс объявил о завершении холодной войны и стремлении протянуть руку дружбы странам Восточной Европы, которые до этого были их противниками. О нерасширении нет ни слова. Через пару недель после этого представители СССР встречаются с коллегами из США и Европы в рамках третьего раунда переговоров 2 плюс 4. А в сентябре проводят заключительные консультации и подписывают соглашение об объединении Германии. Нерасширение НАТО при этом не обсуждается. Отмечу, что в Госдепе США в октябре 1990-го, то есть уже после подписания договора по Германии, на внутренних обсуждениях говорилось о том, что расширение НАТО в тот момент не было в интересах Соединенных Штатов и Альянса. То есть Бейкер, вероятно, не лукавил, когда говорил об этом Горбачеву. Но в итоге гарантии нерасширения нет ни в договоре 2 плюс 4, ни в каком-то другом соглашении. Подытожим. Еще до начала официальных раундов переговоров об объединении Германии в нескольких беседах госсекретарь США сказал, что частью соглашения может или даже должно стать нерасширение НАТО на восток. Но после этого ни Соединенные Штаты, ни Советский Союз эту опцию детально не проговаривали. Хотя у Москвы было множество возможностей обратить внимание на этот вопрос. В интервью в ДВ это подтверждал и Ханс Дитрих Геншер, который сам участвовал в переговорах тех лет в роли главы МИД ФРГ. Сегодня в Москве часто повторяют, что 25 лет назад Россию обвели вокруг пальца. НАТО якобы обещало, что не будет приближаться к ее границам. Это так? Это никогда не было предметом переговоров и уж точно не стало результатом договоренности. Мы уже говорили о неожиданной идее Горбачева о вступлении СССР в НАТО. Так вот, после распада Советского Союза Россия и НАТО действительно постепенно все больше развивали партнерские отношения. В 1997 году был подписан основополагающий акт Россия-НАТО о сотрудничестве, где подчеркивалось, что стороны не считают друг другу противниками. А уже при Владимире Путине в 2002 году был запущен Совет Россия-НАТО. При этом вопрос о нерасширении НАТО на восток преемница СССР-Россия в 90-е и 2000-е годы не поднимала на официальном уровне. Наоборот, подписывала все соглашения и договоры, которые данному расширению способствовали. Да, в начале своего управления Путин упоминал про отрицательное отношение к расширению НАТО на восток. Но в то же время очень положительно отзывался о взаимодействии с альянсом и не считал его врагом. С трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Мне кажется, что сам факт постановки вопросоподобным образом не только ничего хорошего не принесет ни для остального мира, ни для России, но сам факт постановки вопрос уже сам по себе наносит определенный ущерб. Более того, Путин, тогда исполняющий обязанности президента, и сам не возражал против вступления России в НАТО. Как можно увидеть вот в этой исторической заметке коммерсанта 2000 года. Теперь же риторика Путина изменилась кардинально. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Вот наши предупреждения последнего времени, они все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше. Апогея, это нагнетание напряженности, достигает в ток-шоу на российских госканалах. Там оно перетекает в откровенный милитаризм и прямые призывы к военным действиям. Что впереди большая трагедия для человечества, для Европы. То есть вы считаете, война не сберка? Конечно. Потому что вы же слышали поговорку. Русские долго запрягают, но быстро скачут. Но Сергей Викторович напоминал это. Вот эта поговорка, вторая часть быстро скачет, я уже вижу, как идет армада. Туда. Неизвестно откуда, неизвестно в какой форме. Но Европе конец. США конец. Мы должны все решить сразу. У нас сегодня казаки, товарищи на западе, они не на лошадях и не с шашками. А в танках Т-90 и в танках Армата. Если чего, к вам приедут. Если вы не договоритесь о гарантиях безопасности. Хотите вы, не хотите. И это лишь пара примеров из передач, у которых только на ютубе. Больше миллиона просмотров у каждой. Так общественное мнение в России готовят к возможности войны. И даже оправдывают, почему Москва могла бы ударить первой. В результате перспектива прямого военного столкновения с соседней страной уже не кажется россиянам чем-то невозможным. 77% опрошенных Левада-центром не исключают войны между Россией и Украиной. При этом почти 40% из них считают, что она неизбежна или вполне вероятна. Наверное, у кого-то в России могут быть сожаления о том, что в начале 90-х годов не были достигнуты реальные договоренности о нерасширении НАТО. Может быть, кто-то даже посчитает, что сказанные еще до старта формальных переговоров слова госсекретаря США Бейкера можно трактовать как некое обещание. Обманули дурачка на четыре кулачка. Мы постарались максимально точно изложить все факты, а выводы вы можете сделать сами. Надеюсь, этот выпуск помог вам лучше разобраться в том, можно ли тут говорить об обмане, и тем более прикрывать этими историческими событиями милитаристскую риторику сегодня. Чтобы этот ролик увидели как можно больше людей, ставьте лайки и пишите комментарии. Это пересмотр. Увидимся.